Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-педемиологическая обстановка в Республике остается напряженной. Сегодня, по данным управления Роспотребнадзора Республики, зарегистрировано 106 новых случаев коронавирусной инфекции. В городе Якутске это 67 случаев. В Хангаласском районе осложнилась ситуация. Выявилось 5 случаев, в связи с чем необходимо принять, усилить меры соответственно оперативному штабу Хангаласского УЛУСа по непосредственной изоляции контактных лиц и по контролю за контактными лицами. По 4 случая зарегистрировано в Верхневилюйском, Верхоянском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Мирненском УЛУСе. 3 случая зарегистрировано в Алданском, Мамгинском, Намском УЛУСе. 2 случая в Нюрингринском, по 1 случаю в Момском, Нюрбинском и Валенёкском УЛУСе. Сегодня оперативными штабами вместе с руководством оперативного штаба Вилюйского УЛУСа обговорены ряд позиций, которые необходимо принять на территории данного УЛУСа в целях того, чтобы не допускать распространения коронавирусной инфекции. К сожалению, сегодня ситуация в Вилюйском УЛУСе и в Верхневилюйских УЛУСах осложняется. Необходимо обратить внимание и на возникшее достаточно большое количество случаев в Верхоянском УЛУСе с учетом его отдалённости. Кроме того, я бы хотела обратить внимание, сегодня в нашу Якутскую Республиканскую клиническую больницу вступила больная с Вилюйского УЛУСа, беременная. Поэтому сегодня врачи продолжают непосредственно заниматься и, кроме того, что лечат всех больных, но и также продолжают заниматься и лечением её. За сутки нами проведено 2833 исследования. Всего обработано с момента пандемии 1 миллион 129 тысяч 598 тестов. Ещё раз обращаю внимание на вакцинирование на территории Республики Саха-Якутия, особенно окружение беременных и кормящих мам. В связи с тем, что они находятся в зоне риска, и они не могут быть на настоящий момент вакцинированы, так же люди, как и люди с медицинскими отводами, то вакцинацию должны пройти, чтобы не представлять для них угрозу, соответственно, их окружение. На настоящий момент учреждениями здравоохранения проводится ревизия и мониторинг. Всех граждан, которые стоят, прикреплённое население, соответственно, на диспансерном учёте, а также, соответственно, окружение беременных и кормящих мам, что, безусловно, не может не являться положительным фактором. Кроме того, у нас уже началась июньская июнь, уже наступило лето, и на настоящий момент выезжают у нас граждане, как из республики, в отпуска. Соответственно, большинство субъектов сегодня требует вакцинирования, и люди будут себя чувствовать достаточно более комфортно, если они будут провакцинированы. И, кроме того, из города Якутска в районы начали приезжать дети. Обращаю внимание на семьи тех, к кому дети приезжают. Безусловно, наши поликлиники, наши учреждения здравоохранения готовы вас провакцинировать для того, чтобы обезопасить от последующего распространения вируса и заражения вируса как таковым. На настоящий момент в республике поступило 202 409 доз вакцин против новой коронавирусной инфекции. Первую вакцину уже получили 175 тысяч один человек, при этом граждан старше 60 лет, наших старших бабушек и дедушек, сестер 39-760 тысяч. Сегодня на территории республики использовано 86% от общего объема вакцины, поступившие в республику. Необходимо обратить внимание, что сегодня в городе Якутске есть только вакцина «Спутник». Все вакцины, которые поступили, Кови-Вак и Эпи-Вак использованы, ждем ближайшего поступления. Кроме того, вакцина Эпи-Вак направлена в УЛУС и республики.